Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Вы не меняетесь, вы так прекрасно выглядите! Спасибо! Очень приятно вас видеть! Предлагаю покататься и поговорить об автомобиле! И поговорить об автомобиле, отлично! Здравствуйте, в эфире «Время» в студии Екатерина Андреева и Симон Липовая! Можно вас назвать самой автомобильной девушкой нашего эфира? Я скажу так, я вожу машину хорошо. И когда мне первую купили машину, мой муж купил у меня Ford Fiesta малюсенький такой, крошку-хаврошку. И, естественно, я села за руль и поехала. И я не знала, что, оказывается, за мной был высажен целый десант из водителей, которые следили. И потом донесли, сделали доклад мужу на тему, как она доехала от пункта А до пункта Б. А кто учил водить? Меня учил замечательный человек Василий Григорьевич. У нас половина телевидения на нем, можно сказать, проехала. Но именно благодаря моей, с моей легкой руки. Замечательный совершенно инструктор, который специализируется именно на вождении с женщиной. Он правильно учит женщин водить машину. И все, кто прошли его школу, это просто асы вождения. Я его спросила как-то один раз. Все говорят, что женщины хуже водят машину, чем мужчины. Он сказал, вы знаете, это не так. Это миф. Я, естественно, как инструктор, учу разных людей. С женщинами мне нравится работать больше. Потому что среди женщин я никогда не видел человека. Ну, в смысле, женщину, которая переключала бы скорость двумя руками. Но вам самой легко давалось вождение? Мне да, потому что я вот села и сразу поехала. Вот у меня не было... У меня он учил, естественно, на самой простой машине. На пятерке, Жигули. Не с автоматической, а с механической коробкой передач. Но вот у меня сразу как-то контакт с машиной. И вот это ощущение, когда ты выжимаешь газ из сцепления, и ты должен плавно, да, вот так это сделать. Вот у меня это сразу получилось. В первый же момент. У меня машина не заглохла. И он мне сказал, вы друг друга полюбили. И вот оно так оно и есть. Я машины обожаю. А были какие-то форс-мажорные обстоятельства? Не знаю, там на эфир опаздывали или что-то? Ой, это, конечно, было, безусловно. Тогда был у меня такой момент, но мне пришлось машину бросить прямо на дороге. То есть была пробка. Здесь уже, около Станкина, перевернулся грузовик. И я попала в эту пробку. Я ехала вовремя. У меня все было бы нормально. Но, к сожалению, все, вот я уже в ней, машина со мной, что делать? Ну, я выскочила из машины, извинилась перед сзади стоящими водителем, сказала, ребята, ну вы все равно тут стоите, я очень извиняюсь, я ушла. И убежала. Но попросила наших коллег, и просто ребята, потом наши там редакторы, пошли в мою машину и уже ждали, когда пробка рассосется. А я вот время в экстремальном таком режиме гримировалась. И эфир не сорвался ни разу из-за этого. Я читала в одном интервью, что вы очень любите антиквариат. А вот никогда не хотелось какую-нибудь раритетную машину? Нет, нет, я не до такой степени люблю антиквариат. Я люблю антиквариат, как, скажем, вкрапление в интерьер. Ну, и могу просто ходить на выставки. Мне, конечно, нравится смотреть на старые вещи, представлять себе, кому они могли принадлежать и так дальше. Но, что касается машин, опять же, вот самой владеть не хотела бы. А где-то увидеть, посмотреть, потрогать. Да, вот я ездила на машине Геринга, на машине Сталина. Интересно. За рулем? Ну, вот в машине Геринга я сидела так же, как здесь с вами на пассажирском сидении. Хотя владелец машины предлагал мне сесть за руль, но вот как-то я не решилась. Хотя, кстати, можно по тому, как вам предлагают, чем управлять, понять отношение к вам мужчины. Потому что, если мужчина тебе доверяет свою дорогую машину и не боится, что ты ее покацапишь где-нибудь, то нормально. Значит, он тебя любит практически. Я когда познакомилась с моим будущим мужем, он мне как раз, эта история про него, он мне как раз сразу дал кататься на своем очень большом, таком дорогом, как это называлось тогда, Мерине, Мерседес. Он просто очень хотел произвести впечатление. Да, но он же не боялся, что я ее кокну. И, кстати, так оно и произошло, потому что я училась же водить на механике, а у него был автомат. И я еще вот этот навык автоматами, да, я двумя ногами сделала, так же на светофоре. И, естественно, прямо вот впереди стоящую машину я и въехала. Ну, не сильно, но тем не менее. И вот я думала, как он будет себя вести? У него даже ни один мускул не дрогнул на лице. И я подумала, ну да, надо присмотреться к этому мальчику. Популярностью за рулем иногда пользуетесь или все-таки нет? А меня, знаете, милиционеры почему-то очень мучают. Это просто вообще, это у нас на телевидении все знают эту историю. Был такой момент, один раз, меня четыре раза остановили милиционеры, проверяя на алкоголь. Я говорю, слушайте, ребята, я что похожа на пьющего человека? Что вы так ко мне пристаете? И у нас вот это просто притча во языцах. Не знаю, почему именно ко мне вот такое расположение наших доблестных тражей дорог. Когда я в ночи решила, опять же, остановить наш доблестный сотрудник ГАИ, и я, честно сказать, так как он выскочил из пустов и не было никаких опознавательных знаков машины и прочее, я подумала, что это какой-то опасный элемент. Я решила не останавливаться. В результате они меня таки догнали уже с мигалками. И вот практически он уже собирался выбить мне стекло каким-то прикладом. А дело в том, что я ехала с тем стеклом, заклеенным клейкой лентой, все, потому что я оставила, это было достаточно давно, сейчас так уже как-то не происходит, радио в машине. Не сняла вот эту панель, и мне выбили вот это стекло и в Форде, в этом маленьком. И украли радио, да, и поэтому, когда я увидела, что сейчас он выбьет мне еще это стекло, а машина была, надо было ждать запчасти откуда-то из Германии, там, два месяца, я подумала, ну это уже слишком ездить с двумя пробитыми этими стеклами еще. Один вор, а другой милиционер. Поэтому я очень быстро, лихорадочно открыла вот так, перегнувшись окно и закричала, не надо, не выбивайте, вы уже видите, у меня уже стекло одно выбитое. Но из всех машин, которые у вас были, все-таки самая любимая была какая? У меня их не так и много было. Вот у меня был маленький Форд Федя. Это первый? Это первый, да. На ручке? Да, на ручке, крошечка моя. Потом была Маргуша Вольво, потом был Генрих, это был уже ягуарчик такой маленький. А потом уже появился джип. Я, кстати, ни одну машину не смогла продать чужим людям. Только все раздавала или продавала друзьям не очень задорого, чтобы взяли хотя бы, или вот родственникам, потому что они все как можно Маргушу продать, Вольво мою любимую, или там Генриха маленького ягуара. Нет, это все прям под своими именами. Все пристроены, да. И все под своими именами еще. Все под своими именами. Даже мужнины машины тоже я их называю. Екатерина, но хочется побольше расспросить про внедорожник, который у вас сейчас. Этот Ричард Львиное Сердце. Range Rover. Вот я не знаю, как называется точно эта модель. Он двуцветный, он такой серый, и у него черные детали в краплении, стеклянная крыша с джойстиком управления, тачскрин-экран. То есть у меня такие модели на воротах. А привыкли быстро вообще к джойстику управления? Да, я вообще очень быстро привыкаю ко всем новинкам. В принципе, я люблю технические новшества. И вот после того, как ты попробовал уже джойстик, как-то не очень хочется другую коробку передач. Что навеяло, чтобы поменять все-таки Volvo свою прекрасную, которую вы безумно любили, судя по тем интервью, которые я читала, на вот уже более... Ну, во-первых, эта машина более современная. Во-вторых, если честно, я вам скажу так, мне машины меняют мой супруг. Если вот он бы этим не занимался, я совершенно спокойно могла бы ездить на одной и той же машине, пока она бы у меня подо мной бы не развалилась. Кстати, почти с Volvo так и начало уже происходить. Вот, я не притязательная. Мне самое главное – проходимость машины, чтобы она заводилась зимой, чтобы не глохла, чтобы у нее был фильтр. Это самое важное. Вот мой муж это знает. Он всегда по спецзаказу это делает. Фильтр, который воздух мне не пропускает с улицы, чтобы в машине не пахло выхлопными газами. Стеклоподъемники электрические, багажник, кнопка, чтобы закрывался, чтобы не надо было руки пачкать. И музыка хорошая, Dolby Surround звук. Ну, а кому бы вы ее посоветовали? Я посоветовала бы ее всем, кто хочет безопасной езды, кто хочет безопасности на дороге, кто хочет уверенно себя чувствовать, потому что машина защищена, она большая. И, скажем так, даже если вдруг произошедшее столкновение, все-таки дает больше гарантий, чем когда машина маленькая. А есть какие-то советы от телеведущей Екатерины Андреевой и начинающим водителям? Как перебороть страх и с чего надо начинать? Во-первых, сейчас весна, и все подснежники уже повылезали на дороги. Во-первых, надо обязательно научиться правильно водить машину с инструктором и не надо покупать права, потому что купленные права, незнание правил дорожного движения, это, собственно, ваша жизнь и безопасность. Это первое. И второе, надо ездить по правилам, и надо ездить аккуратно, не надо торопиться, и вообще не надо лихачить, и подрезать людей не надо, и как-то нагло себя вести. Мне тоже кажется, это... Ну, не знаю, может быть, те люди, кто это делает, им кажется, что они в этот момент крутые, а мне как-то смешно становится. Я думаю, вот комплексы свои реализуют за счет железного коника своего. Екатерина, время летит мимолетно, не хочется вас отпускать, очень интересно мы с вами пообщались. Я вам желаю, на самом деле, творческих успехов, чтобы все у вас было хорошо. Конечно, пожелаю вам, наверное, дорог без пробок, хорошего настроения, и оставайтесь такой позитивной, чем вы есть. Спасибо огромное, Катя. Всего хорошего. Хорошего всего. Субтитры подогнал «Симон»